Добрый вечер! В эфире Весь Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Мой бизнес-старт! В Архизис завершился Всероссийский форум. На одной площадке встретились представители бизнес-сообщества и органов госвласти. Безопасные, качественные автомобильные дороги. Столица Карачаева-Черкесии преображается, автомобильные дороги станут еще комфортнее. Они были и остаются летописью жизни народа. Республиканские газеты День Республики, Абазашта и Нугай-Давесе отметили юбилейные даты. Десятки лучших боксеров собрались в Донбайе. Там прошел отбор на чемпионат России. Кому достался счастливый билет? В Архизис завершился Всероссийский форум «Мой бизнес-старт». Мероприятие проводится уже в третий раз. Первые две встречи носили региональный характер. На этот раз форум получил федеральный статус. На одной площадке встретились представители бизнес-сообщества и органов госвласти со всей России. Почему местом проведения форума определили Архизы? Какой вопрос стал самым актуальным в диалоге между властью и бизнесом? Расскажет Альбина Ламкова. Все боялись что-то делать. Мы открывали гостиницу. И на сегодняшний день я могу сказать, что из предпринимателей сферы туризма один из лучших. Этим можно даже похвастаться. Возможен ли диалог между властью и бизнесом? И что нужно, чтобы был хороший результат? Диалог всегда возможен. Власть должна слышать бизнес. Бизнес должен слышать власть. Айубхан Саидов твердо уверен, что развитие бизнеса с помощью действенных государственных инструментов всегда дает хороший результат. Он владелец гостиничного комплекса и туристического агентства. Начал предпринимательскую деятельность в сфере туризма в 2008 году. Первую гостиницу открыл в 2015. Затем вторую в 2020 году. Во время пандемии, когда весь мир переживал не лучшие времена, я рискнул, отметила Айубхан Саидов. Его уверенность, знания и профессионализм дают хорошие плоды. Площадка форума собрала предпринимателей со всей России. Открытый конструктивный диалог бизнеса и власти необходим для эффективного развития экономики в регионах. Очень важно, чтобы предприниматели и властные структуры брали на себя определенные обязательства друг перед другом и своевременно выполняли их. Только в этом случае можно будет говорить о взаимном доверии власти и бизнеса. Тема «Кадры в экономике будут люди, будет бизнес» выбрана не случайно. Наш рынок переживает глобальные изменения. Развитие импортозамещения в сферах производства, IT, туризма и многих других требует постоянного кадрового насыщения. Поэтому одним из ключевых конкурентных преимуществ для предприятий, в том числе для малого и среднего бизнеса, будут квалифицированные кадры, подчеркнула заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова. Не случайно эта тема была поднята именно в Архизе. Архиз – это активно развивающееся туристическое место, место притяжения. Сегодня обсуждали, как использовать различные инструменты, которые идут по различным ведомствам, не только по линии Министерства экономического развития федерального или регионального, а и по линии Минтруда, по линии системы образования и так далее, как использовать эти инструменты для достижения общих целей, достижения синергетических эффектов, как максимально использовать бюджетные средства. Уровень сервиса и положительных эмоций предпринимателей принял на себя Архиз в течение недели. До Всероссийского форума «Мой бизнес-старт» на территории поселка Романтик провели форумы «Мой бизнес-лагерь». Организатором мероприятий выступило Министерство экономического развития России совместно с правительством Корчаева-Черкесии в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России. Результатом работы стали позитивные отзывы участников форума. У всех была возможность не только поработать, но и посмотреть на красоту природы и немножечко отдохнуть. Участники мероприятия сошлись во мнении, что сейчас особенно важно обеспечить регион востребованными кадрами. Если говорить о сфере туризма, то в этой отрасли необходимо создать действенные социально значимые программы по обучению профессионалов. Важно поддерживать разумные предложения, чтобы предприниматель в развитии бизнеса имел успех, что благоприятно скажется в становлении и развитии экономики нашей республики. Альбина Ламкова, Анастасия Лой, Вести Карачаева-Черкесия, Архиз. В Карачаево-Черкесии продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». В оригинальной столице в 2023 году запланирован ремонт 28 участков общей протяженностью более 13 километров. О том, какие и где ведутся работы, в сюжете корреспондента Артур Мхце. Столица Карачаева-Черкесии преображается с каждым годом. Ремонтируются дворовые территории и зоны отдыха большого количества людей, а также автомобильные дороги. Да, к качеству покрытия на некоторых участках есть серьёзные нарекания. Однако это не отменяет того факта, что ещё несколько лет назад подавляющее большинство улиц можно было с натяжкой назвать проезжей частью. В текущем году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» на территории города Черкеска запланирован ремонт 28 участков дорог общей протяженностью 13 километров. Ремонт дорог проводится в комплексе, то есть сначала ведутся работы по замене ветхих сетей, затем у нас дорожные работы выполняются, устанавливаются дополнительные дорожные знаки и наносится разметка с применением термопластика, которая позволит увеличить срок её эксплуатации. Перед началом ремонта чаще всего возникают вопросы по увеличению парковочных мест. По словам представителя мэрии региональной столицы, пожелания горожан при проектировании стараются учитывать. И если есть минимальная возможность создать дополнительные парковочные карманы, её непременно используют. В настоящее время работы ведутся по улице Международной, Кавказской, Калантаевского, Умаралиева и на некоторых других участках автодорог Черкесска. Так, по Калантаевскому предполагается не только укладка нового асфальтового покрытия тротуаров, но и благоустройство придомовой зоны. В связи с чем около одной из многоэтажек уже расчищена прилегающая территория. Что касается улицы Умаралиева, то здесь развернулись самые масштабные работы дорожников. Ранее они сняли старый слой полотна, стараясь не задеть аккуратно уложенные тротуары. Данный проект в какой-то мере схож с теми, которые реализуются на федеральных трассах. В текущем году мы планируем поменять покрытие с использованием покрытия ШМА, что позволит в зимний период времени увеличить безопасность дорожного движения. Данный материал применяется у нас на федеральных трассах. В городе это у нас первый такой опыт. Улица Умаралиева и Калантаевского мы планируем именно заасфальтировать с использованием ШМА материала. Разумеется, с окончанием ремонта 28 участков автодорог Черкеска работы по созданию комфорта для автомобилистов и пешеходов не завершаются. Специалисты городского управления ЖКХ уже составляют план на следующий год. Предполагается, что объемы будут не меньшими, чем в 2023-м. Артур Мухцель, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Артур Мухцель, Алибастанов, Вести, Карачаева-Черкесия. Секунду. Температура ночью 12-14, а днем 25-27 градусов тепла. На троих 275 лет. В филармонии прошло торжество, посвященное юбилеям трех республиканских газет. Дню республики исполнилось 105, газете Абазашта и Нугайдавысы – 85. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Многое изменилось за годы существования газет. Менялись названия, объемы тиража, полиграфическое исполнение, тематика публикации. Но оставалась главная объективность и профессионализм. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов направил свои поздравления коллективам газет-юбиляров. Зачитал приветственное письмо заместитель председателя правительства республики Джанибек Суюнов. Он вручил редакторам благодарственные письма от руководителей региона. Уважаемые журналисты, на ваших плечах лежит особая ответственность за слово, поскольку именно вы формируете информационное поле для жителей Карачаева-Черкесии. В этот торжественный праздничный день примите искренние слова благодарности за ваш добросовестный труд, преданность выбранному делу. За 85 лет газеты «Абазашта» и «Нагайдовысы» прошли нелегкий путь. Они были и остаются летописью жизни народа, голосом эпохи, правдиво отражающим события времени. Национальные газеты – это фундамент и образец журналистского мастерства. Они направлены на развитие родного языка, сохранение этнического самосознания и пропаганду патриотических ценностей. К юбилею мы подошли, я думаю, с небольшим успехом, но стабильным. Мы сохранили тираж нашей газеты. Раз нас читают, раз нашу газету выписывают, значит, мы нужны. И то дело, которому мы отдаем и силы, и время, и здоровье, оно ценится нашими читателями положительно. За все время существования газета «День республики» приобрела репутацию издания с мощным профессиональным потенциалом и высокой журналистской культурой. Газета выходит три раза в неделю в печатном виде. Также существует электронная версия, ведь издание идет ногу со временем и продолжает развиваться по сей день. Сегодня хороший повод, чтобы поздравить и всех журналистов, которые сегодня празднуют свои юбилеи. И самое главное, самое главное – это наших читателей, которые остаются с нами, которые нас читают, которые интересуются тем, что происходит в республике. Я думаю, что вместе мы потихонечку строим ту красивую республику, которую мы с вами заслужили. Эти газеты стали любимыми изданиями для нескольких поколений читателей. Из них узнавали самые важные новости о жизни региона и всей большой страны. В этот день было не только множество пожеланий и подарков, но и творческих поздравлений. В честь юбилея газет состоялся праздничный концерт. Дарья Тендит, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Отбор на чемпионат России по боксу состоялся впервые в Карачаевой Черкесии. О том, где и как прошли финальные соревнования, расскажет Алла Качиева. Показать свой характер и мастерство. Десятки лучших боксеров, которые прошли финал всероссийских соревнований, собрались в курортном поселке Домбай. Сегодняшние бои определяют, кому же достанется путевка на чемпионат России. Здесь проходят всероссийские соревнования в Скульптурно-оспоративном обществе профсоюзов России среди мужчин 19-40 лет. Эти соревнования являются отборочными к чемпионату России. Участвуют команды из 14 регионов России, более 50 человек. Сегодня будут проходить финальные бои в 10 весовых категориях. Чемпионат профсоюзов России проходит в Карачаевой Черкесии впервые. В финале участвуют практически профессионалы, члены сборной страны, мастера спорта. Сейчас не так много регионов, не так много организаций, которые могут провести соревнования. Это связано в основном с финансированием. Скажем так, здесь ребята есть спонсоры, есть помощники. Живут, питаются, соревнования, все в одном месте, не надо никуда ездить. Это очень удобно и комфортно для участников. Опытные боксеры периодически меняют свою стойку. То для более эффективной защиты, то для атаки. Не забывают спортсмены и о контрударах, которые необходимо наносить. На достаточно высоком уровне соревнования, очень хороший спорткомплекс. Донбай, сам курорт очень красивый, хороший воздух, свежий, как говорится, дышится прекрасно. Соперники очень достойные, на хорошем уровне. Как говорится, пускай победит сильнейший. Карачаева-Черкесию в финале представляют два спортсмена. Али Баташев и Амид Исиккуев. В ходе упорных боев Али уступил боксеру из Дагестана Махачу Исупову и стал серебряным призером. А другой наш спортсмен Амина Исиккуев весовой категории 86 килограммов уверенно выиграл у соперника из Дагестана Шарабуддина Келеметова. Не только физическая, но и умственная выносливость очень важны в боксе, считает победитель чемпионата СКФО, вооруженных сил и международных турниров. К этим соревнованиям Амид готовился месяц. Чтобы хорошим боксером стать, нужно, чтобы сошлись много качеств воедино. То есть тут и психологическая составляющая, и финансовая нужна обязательно, и, конечно же, подготовка. Но в первую очередь стремление, желание и постоянно тренироваться, дисциплинированным быть – это основа. Теперь победитель всероссийских соревнований чемпионата Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» среди мужчин Амина Исиккуев будет готовиться к чемпионату России, который пройдет в августе в Хабаровске. Алла Качива, Олег Молхожев, Вести Карачева, Черкесия, Домбай. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма «Счастье не за горами». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!